В Российской Федерации и Конституции нашим законодательством предусмотрено право граждан собираться на мирные собрания, без оружия, естественно, на митинги, шествия. И это право гарантировано законодательством Российской Федерации. Власти всех уровней должны создавать условия для того, чтобы это право реализовывалось. В законодательстве прописаны условия, и одним из условий является это согласование места проведения митинга. Это не чья-то прихоть. Власти несут ответственность за безопасность людей. Безусловно, должны выбираться те места, которые не нарушают движение автомобилистов, пешеходов, чтобы это не нарушало благоустройство зеленой зоны. И в каждом городе, в каждом регионе должны быть определены такие места, которые приспособлены для проведения массовых митингов и шествий. Организаторы митинга должны согласовывать с органами публичной власти место проведения. Если они считают, что власть необоснованно отказала в проведении митинга в том месте, где они хотели бы, для этого есть судебные органы. Надо обращаться в суд и опротестовывать отказ органов власти проведения митинга именно в этом месте. Но несанкционированные митинги несут за собой большую опасность для участников митинга. Во-первых, организаторы не имеют права, не должны призывать или провоцировать людей проходить на митинг, который не санкционирован, потому что это нарушение действующего законодательства. Второе, власти в этом случае не могут нести ответственность за вопросы безопасности, а это в нынешнее время ключевые вопросы. И если митинги и шествия, а иногда они провокационно проводятся в несогласованных местах, этого допускать нельзя, так же, как нельзя допускать насилие либо противостояние с сотрудниками органов охраны правопорядка. Это в любом государстве всегда очень жестко наказывается, они выполняют свои служебные обязанности. И практика задержания тех, кто нарушает законодательство, она есть не только в нашей стране, но и за рубежом. Вот буквально два дня назад была опубликована информация, что о Франции на аналогичном митинге было задержано 30 человек, которые противодействовали органам правопорядка, нарушали закон. Конечно, хотелось бы, чтобы таких задержаний не было, чтобы наши граждане все были законопослушны, и особенно это относится к ответственности организаторов митинга. Не надо самоутверждаться за счет того, чтобы подводить людей и ставить их в ситуацию, когда они вынуждены нарушать законодательство. Сегодня этот вопрос обсуждался у нас на заседании Сайта Федерации, его подняло несколько сенаторов. Мы, конечно же, считаем, что надо проанализировать то, что происходит с митингами. И абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества. У нас при Сайте Федерации есть специальный совет по работе с институтами гражданского общества. Очевидно, что он нуждается в более активной работе, в более широкой выработке каких-то форматов для того, чтобы такие же процессы диалога с обществом шли в регионах. Мы должны над этим задуматься и должны работать с людьми, разъяснять, выходить в публичное поле. Власть не должна просто констатировать, либо делать вид, что ничего не происходит. Это все представители власти, депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, решать эти вопросы, обсуждать способы решения этих вопросов и так далее. То есть это целая такая большая система работы, которая относится к компетенции, в первую очередь, региональных органов власти. Продолжение следует...